всем здравствуйте меня зовут ольга вы на канале вязание я очень рада вас приветствовать на своем канале в этом видео я буду рассказывать о том как ко мной был связан топ с погоном сверху вниз если вам интересно приглашаю вас на мастер-класс этот топ был связан из пряжи бамбо джаз от фибра натура составе 50 процентов хлопка 50 процентов бамбука метраж у пряжи номер цвета спицы я использовала номер три с половиной расходные изделия у вас сейчас на экране а сейчас давайте рассмотрим некоторые моменты поподробнее горловина обработана с помощью крючка хотя это практически незаметно также пойма обработана здесь присутствует и в первом во втором случае обвитые петли по погону стразы хаотичном порядке низ изделия я обработала резинкой 2 на 2 и в дорожках изнаночных петель у меня присут присутствует обвитые петли точно такие же как я выполняла по верхней части изделия пряжа содержанием бамбука она совершенно не держит резинку но именно такой эффект я и хотел чтобы полотно было мягкое пластичное драпировалась хорошо я даже не меняла размер спиц поэтому резинку меня совершенно не функционально низ изделия закрыть с помощью иглы я сегодня вместе с вами выполню это закрыть это очень простое закрытие справится даже начинающий перед вами технический рисунок изделия топ мы связаны размер 46 48 прокомментирую двойное значение на техническом рисунке 47 сантиметров в районе талии 55 сантиметров по низу изделия этот топ вяжется сверху вниз вязание можно разделить на несколько этапов набираем петли для горловины и отвязываем обработку один полтора сантиметра он я поступила немного иначе но об этом чуть позже отвязав обработку мы приступаем к вывязыванию ростка во время вывязывания ростка мы начинаем делать прибавки вдоль погона с одной стороны и с другой я выполняла прибавки по 4 с одной стороны и 4 с другой за один лицевой ряд в изнаночном ряду я прибавки не выполняла можно выполнять прибавки в каждом ряду количество их должно быть 2 прибавки 2 прибавки вывязав росток мы разделяем вязание на две части это следующий этап петли погоны с одной и с другой стороны мы переснимаем на бросовые нити это подробно будет показано в мастер-классе и вывязываем каждую из деталей по отдельности сначала я вывязала деталь спинки затем деталь переда детали вывязываются поворотными рядами на необходимую высоту пройма во время вывязывания деталей возможно выполнение прибавок вдоль линии пройма вывязав пройму на необходимую длину прибавки делаем гораздо чаще чтобы сформировать красивую линию пройма каждая из детали вывязывается одинаковая деталь спинки и деталь перед затем у нас происходит объединение вязания в круг это следующий этап добавляем петли подреза это я все буду также подробно показывать и объединяем вязание в круговое далее мы вяжем уже круговыми рядами на необходимую длину изделия долю словно боковых швов можно выполнять прибавки для создания а силуэта можно вязать просто вниз силуэт будет прямым можно сделать приталивание приталивание выполнив несколько убавок с одной и с другой стороны долю словно боковых швов затем несколько сантиметров по линии талии вязать без убавок и далее у нас выполняются уже прибавки вы создадите небольшое приталивание для вашего изделия высота моей проймы была сориентирована вот на эту точку место где у меня соединяется рука с туловищем довязав до этой точки но не забывая что у меня еще потом будет обработкой пройма моя немного уменьшится я начала выполнять прибавки для формирования проймы а теперь давайте немного с горловины разберемся очень важно понять что если вы обработку выполните сразу то во время вывязывания этой обработки прибавки вдоль погона мы не выполняем то есть у нас обработка это отдельный элемент прибавки начинаем делать по погону тогда когда мы будем вывязывать росток а в моем случае прибавки я начала по погону выполнять практически сразу потому что после вывязывания изделия я запланировала еще выполнить обработку с помощью крючка это очень важно и обратите пожалуйста на это внимание вычисление для набора петель я выполняла следующим образом 60 сантиметров окружность горловины 2 с половиной петли в одном сантиметре это плотность моего вязания умножайте два значения получая 150 петель далее от 150 петель я отнимаю 28 петель это один погон 14 петель и другой у меня остается 122 петли 122 петли я делю на две части на перед и на спинку и у меня получается 61 петля на спинку 61 петля на перед но я выполнил некоторую коррекцию количество своих петель для того чтобы рисунок мой хорошо расположился и выглядело все симметрично на погон у меня взяты 14 петель это число у меня получилось при сложении 12 петель плюс 2 петли для симметрии 12 прекрасно делится на 4 мне необходимо чтобы число делилось на 4 и добавляю 2 петли для симметрии 12 плюс 2 получается 14 14 теперь давайте рассмотрим число 58 каким образом я его получила у меня было посчитано и определено что 61 петля на перед и на спинку но это число без остатка на 4 не делится и я начинаю его уменьшать двигаюсь в меньшую сторону так как изделие у меня летняя достаточно большая горловина поэтому я двигаюсь в меньшую сторону ближайшее число от 61 которое делится на 4 это 56 56 разделить на 4 получается 14 петель то есть без остатка все поделилась 56 я добавляю две петли для симметрии у меня получается 58 петель то есть я заменяю число 61 петля количеством петель 58 те петли которые я отняла от первоначального значения я никуда не прибавляю так как изделие повторюсь достаточно с большой горловиной она летняя и такая коррекция с отнятием петель по 3 петли на спинке на переде я думаю большого значения не сыграет у меня получается начальное количество петель для набора 144 петли плюс 1 петля для симметрии набирая 145 петель набрав на спицы номер три 145 петель замыкаю вязание в круг провязываю сейчас один ряд лицевыми петлями за время провязывания этого ряда размещаю маркеры согласно своим расчетам выделяя по 14 петель на погон с одной с другой стороны и выделю маркером середину спины и середину переда для ориентира первый ряд провязан лицевыми петлями маркера я разместила следующий ряд в этом ряду я буду провязывать петли следующим образом от начала ряда провязываю две петли лицевыми следующие две петли я провязываю вот так значит две петли ввожу спицу подхватываю рабочую нить вытягиваю петлю и помещаю ее в развернутом виде на левую спицу затем я ее провязываю лицевой вот эту вот вытянутую петлю провязала далее я провязываю основные петли лицевыми провязала и теперь вот эту добавленную петлю я накидываю на основные петли вот такое обвитие получилось провязываю две лицевые повторяю через две петли ввожу спицу между петель вела подхватил рабочую нить вытянутую петлю помещаю на левую спицу провязываю ее лицевой она должна провязана быть в развернутом виде вот так затем провязываю основные петли лицевыми провязала добавленную петлю поверх основных петель и повторяю до погона провязываю таким образом все петли спинки петли спинки заканчиваю провязывать двумя лицевыми погоночная вязать с двух лицевых потом две петли с обвития заканчиваю петли погона также двумя лицевыми перед начиная с двух лицевых петля со петли с обвитием и заканчиваю петли переда двумя лицевыми перед ними обвитые петли погон начинаю с двух лицевых затем две обвитые петли и заканчиваю круговой ряд 2 обвитые петли и 2 лицевые здесь у меня маркер начала кругового ряда перед вами схема по которой я буду вывязывать росток в этом изделии значит если вам необходимо провязывание этого ростка я его вместе с вами провяжу если вы хорошо ориентируетесь я думаю будет достаточно этой схемы прибавки вдоль погоны я буду выполнять 4 за один лицевой ряд с одной и с другой стороны в изнаночном ряду прибавки делать не буду у меня будет 5 точек разворота на спинке с одной и с другой стороны и по 12 точек разворота по переду с одной и с другой стороны это количество петель между которыми я буду выполнять разворота с одной и с другой стороны начало кругового ряда у меня находится вот в этой точке приступаю к вывязыванию ростка вдоль погона буду делать прибавки за один круговой ряд с каждой стороны я буду делать по 4 прибавки прибавки я буду выполнять только в лицевых рядах в изнаночных рядах вдоль погоны прибавки я выполнять не буду петли погона петли спинки начало кругового ряда делаю прибавку для начала необходимо переснять маркер это обязательно условие и потом только выполнять прибавку прибавку буду выполнять из петли с низ лежащего ряда поднимаю петлю можно и не поднимать это я делаю для наклядность для наглядности и провязываю дополнительную петлю я выполнила одну прибавку затем провязываю петлю следующую и выполняю еще одну прибавку из петли с низ лежащего ряда выполнила 2 прибавки далее я провязываю одну петлю лицевой и поворачиваю вязание на изнаночную сторону на изнаночной стороне переснимаю петлю с левой спицы направо не провязаны затягиваю рабочую нить от себя фиксирую петлю и вяжу изнаночными петлями до петель переда петли погона провязываю без изменений прибавки вдоль линии погоны я не выполняю петли переда переснимаю маркер это петли погона это петли переда провязываю 2 изнаночные переворачиваю на лицевую сторону переснимаю крайнюю петлю с левой спицы на правую затягиваю рабочую на себя придерживаю и выполняю сразу две прибавки прибавки выполняю точно так же из петель с низ лежащих рядов провязываю петлю основную и выполняю прибавку не снимая маркер выполнила прибавку переснимаю маркер петли погоны провязываю без изменений лицевыми петлями провязав петли погона переснимаю маркер и выполняю прибавки прибавки выполняю точно так же 2 прибавки 1 провязываю петлю и 2 прибавка выполнила вяжу лицевыми до поворотной петли поворотная петля провязываю лицевой вот так две стенки здесь и здесь провязала подтянуть провязываю следующую петлю лицевой подтянуть и поворачиваю на изнаночную сторону повернув на изнаночную сторону переснимаю петлю не провязанной затягиваю и вижу в обратном направлении изнаночными до поворотной петли которые у меня находится на переди изделия поворотная петля по переду изделия провязываю изнаночной здесь две нити здесь две нити провязываю изнаночной провязав подтянуть провязываю следующую петлю изнаночной и на лицевую сторону на лицевой стороне переснимаю петлю с левой спицы на правую затягиваю рабочую нить и провязываю лицевыми петлями до погона, не довязав одну петлю. Не довязав одну петлю, выполняю прибавки. Переснимаю маркер, провязываю все петли погона без изменений. Провязав петли погона, переснимаю маркер и выполняю прибавки. Две прибавки, одна лицевая петля и вторая прибавка. Выполнив две прибавки, вяжу до поворотной петли лицевыми петлями. Поворотная петля на спинке, провязываю ее лицевой, провязала, подтянуть, следующую петлю я провязываю лицевой и поворачиваю на изнаночную сторону. Повернув, переснимаю крайнюю петлю с левой спицы на правую, затягиваю рабочую нить от себя и вяжу изнаночными петлями до противоположной поворотной петли. Петли погона провязываю без изменений. Поворотная петля по переду изделия, провязываю ее изнаночной, подхватываю две нити, две нити и провязываю изнаночной. Провязав изнаночной, подтянуть, провязываю следующую петлю изнаночной, еще раз подтягиваю на лицевую сторону, переснимаю крайнюю петлю, затягиваю и вяжу до погона, не довязав одну петлю. Не довязав одну петлю делаю прибавки, прибавки сразу две, одна прибавка, основная петля и еще одна прибавка. Маркер я не переснимаю, выполнив прибавки, переснимаю маркер, провязываю петли погона без изменений. Петли погона провязаны, выполняю прибавки, прибавки две с одной стороны и две с другой. Прибавка, лицевая петля, еще одна прибавка. Выполнив прибавки, вяжу лицевыми до поворотной петли. Поворотная петля на спинке, провязываю лицевой, провязав, подтягиваю. Следующую петлю я провязываю лицевой, одна петля, поворачиваю на изнаночную сторону. На изнаночной переснимаю нить от себя, придерживаю и вяжу изнаночными петлями до противоположной поворотной петли, которая находится у меня по переду истерия. Поворотная петля по переду, провязываю ее изнаночной, провязать, подтянуть, провязываю следующую петлю изнаночной, провязала, повернула на лицевую сторону. Повернув на лицевую сторону, переснимаю петлю с левой спицы на правую, затягиваю хорошо и вяжу лицевыми петлями до погона, не довязав одну петлю. Довязав до погона, выполняем прибавки до маркера и две прибавки после маркера. Выполнив все прибавки вдоль линии погона, провязала петли спинки до поворотной петли, провязываю ее лицевой, провязала лицевой и провязываю две петли следующие лицевыми. Провязав лицевыми петли, поворачиваю на изнаночную сторону, переснимаю петлю непровязанной, затягиваю рабочую нить от себя и вяжу изнаночными петлями до поворотной петли, которая у меня находится на перед 이제 ли поворотная петля по переду изделия провязывают изнаночные провязав ее изнаночной следующий петлю провязываю изнаночной провязала изнаночные и на лицевой сторону на лицевой стороне переснимаю петлю с левой спицы на правую затягиваю рабочую нить от себя и вяжу лицевыми петлями не довязав одну петлю до погона не довязав одну петлю выполняю прибавку с одной стороны и провязывая петли погона после маркера выполняю прибавки с другой стороны выполнив прибавки вдоль погона я провязываю петли спинки до поворотной петли поворотная петля провязываю ее лицевой эту не поворотная петля вот поворотная провязываю лицевой далее я вяжу лицевыми петлями продвигаясь по всем петлям спинки до противоположного погона не довязав одну петлю я не довязала до покона одну петлю и выполняю прибавки аналогичным противоположной стороне точно также 2 прибавки 1 прибавка лицевая и вторая прибавка выполнив прибавки переснимаю маркер и провязываю петли погона без изменений провязав петли погона выполняю прибавку 1 затем лицевая и 2 прибавка выполнив прибавки провязываю одну петлю лицевой провязала петлю повернула на изнаночную сторону повернув на изнаночную сторону переснимаю петлю с левой спицы на правой затягиваю рабочую нить от себя и вяжу изнаночными петлями до петель спинки петли погона провязываю без изменений провязав петли погона провязываю 2 изнаночные 1 2 и поворачиваю на лицевую сторону на лицевой стороне крайнюю петлю с левой спицы переснимаю на правую затягиваю и делаю прибавки здесь немножко конечно будет тянуть но выполнить все возможно так давайте буду показывать поближе вот она петля провязываю одна прибавка вот эту петлю хорошо затяните чтобы не было отверстие лицевая и еще одна прибавка здесь нужно найти правильную петлю вот петля у нас на спице покажу вот петля на спице я делаю прибавку вот из этой петли провязать и переснимаю маркер петли погоны провязываю без изменений провязав петли погоны выполняя прибавки аналогично противоположной стороне 2 прибавки одну выполняю сразу после маркера вторую провязываю сначала петлю и выполняю прибавку внимательно здесь выполняю потому что перетянутые петли поворотные немножко здесь деформирует и так провязала сделала прибавки вижу до поворотной петли поворотная петля провязываю лицевой подтянуть провязав поворотную петлю провязываю следующую петлю лицевой и поворачиваю на изнаночную сторону повернув на изнаночную сторону выполняю все аналогичные действия переснимаем затягиваю и вяжу изнаночными петлями до противоположной поворотной петли поворотная петля на спинке провязываю изнаночной подхватываю здесь две нити здесь провязываю изнаночной провязав следующую петлю изнаночной поворачиваю на лицевую сторону на лицевой стороне переснимаю петлю с левой спицы на правую затягиваю рабочую нить на себя и вижу лицевыми петлями не довязав одну петлю до погона не довязав одну петлю делаю прибавки петли погоны без изменений провязываю провязав петли погоны выполняю прибавки 1 2 выполнив прибавки вяжу до поворотной петли поворотная петля по переду провязываю лицевой провязать подтянуть следующую петлю провязываю лицевой и поворачиваю вязание на изнаночную сторону повернув на изнаночную сторону переснимаю петлю с левой спицы на правую рабочую нить от себя и вяжу изнаночными петлями до противоположной поворотной петли поворотная петля на спинке провязываю изнаночной провязав петлю изнаночной подтянуть следующая петля изнаночная поворачиваю на лицевую сторону переснимаю с левой спицы на правую затягиваю рабочий на себя придерживаю начинаю вязать лицевыми петлями вяжу до погоны не довязав одну петлю не довязав одну петлю выполняя прибавки точно так же как и в предыдущих рядах выполняю сразу две прибавки выполнить прибавки провязываю петли погона без изменений и пересняв маркер выполняю прибавки точно такие же как и с противоположной стороны одна прибавка провязываю петлю и 2 прибавка выполнив 2 прибавки вяжу далее до поворотной петли по переду изделия завязал до поворотной петли провязываю ее лицевой подтягиваю провязываю следующую петлю лицевой и на изнаночную сторону на изнаночной стороне переснимаю непровязанной затягиваю вижу в обратном направлении вяжу до противоположной поворотной петли которая находится на спинке поворотная петля на спинке провязываю изнаночной провязала подтянула следующие две петли я провязываю и изнаночной 12 провязала на лицевую сторону на лицевой стороне переснимаю петлю затягиваю и вяжу лицевыми петлями не довязав одну петлю до погона не довязав одну петлю выполняю прибавки выполнив прибавки переснимаю маркеры провязываю петли погоны без изменений провязав петли погоны выполняю прибавки одна прибавка и 2 выполнил в прибавки провязываю до поворотной петли которая находится на переде из теле поворотная петля провязываю лицевой провязала подтянула провязываю следующую петлю лицевой поворачиваю вязание на изнаночную сторону переснимаю петлю с левой спицы на правой затягиваю рабочую нить и вяжу изнаночными петлями до поворотной петли которые находятся на спинке изделия поворотная петля на спинке провязываю изнаночной провязав эту поворотную петлю изнаночной продолжаю вязать изнаночными петлями петли спинки буду провязывать все петли спинки, продвигаясь к поворотной петле, которая находится у меня на переде изделия. Еще раз, здесь была провязана поворотная петля, не разворачиваясь в обратную сторону, это изнаночная сторона, я вяжу изнаночными петлями петли спинки, это маркер середины спинки, продвигаюсь к петлям переда петли погона, провязываю петли переда до поворотной петли. Поворотная петля, провязываю изнаночной, петля находится на переде изделия, провязав ее изнаночной, провязываю одну петлю изнаночной и поворачиваю на лицевую сторону. Повернув на лицевую сторону, переснимаю петлю с левой спицы на правую. Затягиваю рабочую нить и начинаю вязать лицевыми петлями, не довязав одну петлю до петель погона. Петли погона выполняю прибавки. Одна прибавка, вторая прибавка, затем провяжу петли погона без изменений. Провязав петли погона, выполняю прибавки. Выполнив прибавки, провязываю все петли спинки, затем вдоль противоположного погона выполняю также прибавки с одной стороны, с другой стороны и вяжу до поворотной петли, которая находится напереди изделия. Поворотная петля по переду провязываю лицевой, провязала, далее провязываю 2 лицевые, провязала на изнаночную сторону, крайнюю петлю переснимаю, нить затягиваю от себя и вяжу до противоположной петли поворотной. Противоположная поворотная петля у меня находится на другой стороне переда, то есть я сейчас изнаночными петлями вижу вот такой круговой ряд практически до петель переда. Именно вот здесь у меня находится поворотная петля. По петлям погоны я никаких манипуляций не выполняю, это изнаночный ряд. Поворотная петля я по изнаночной стороне к не пришла, она находится на переде изделия, провязываю поворотную петлю изнаночной, провязала, подтянула и следующие 2 петли я провязываю изнаночными. Провязала, повернула на лицевую сторону, на лицевой стороне перекидываю крайнюю петлю с левой спицы на правую, затягиваю рабочую нить и вяжу лицевыми петлями до петель погона. Довязав до петель погона я выполнила прибавки, 2 прибавки с одной стороны и 2 прибавки с другой. Далее я вяжу уже петли спинки лицевыми петлями, продвигаясь к противоположному погону. Здесь я выполню точно также прибавки до маркера и после маркера. Провяжу петли переда до поворотной петли. Далее продолжу вместе. Перед изделия провязываю поворотную петлю лицевой, 2 лицевые, это предпоследний разворот. Поворачиваю вязание, снимаю, затягиваю, вяжу изнаночными петлями, двигаясь к противоположной стороне переда. Это петли погона вот сюда. Поворотная петля по переду изделия провязываю и изнаночной. Подтянула и провязываю 2 изнаночные. Провязала, поворачиваю на лицевую сторону. Это последний разворот. Будет последняя поворотная петля. Я ее снимаю, затягиваю на себя и вяжу до погона, не довязав одну петлю. Не довязав одну петлю, выполняю прибавки по линии погона. Одна прибавка, петля и вторая прибавка. Выполнив прибавки, провязываю петли погона без изменений. Довязав до маркера, начало кругового ряда, вот моя рабочая нить, вывязывание ростка закончено. Сейчас будет провязан ряд мной лицевыми петлями вдоль линии погона. Я прибавки ни с одной ни с другой стороны делать не буду. В этом ряду я провяжу только лишь две поворотные петли. Первая петля у нас будет вот здесь по переду. Она самая обычная, простая. С этой стороны переда последняя поворотная петля. Обе петли я провяжу вместе с вами. Сейчас у меня находится рабочий нить вот здесь. Вяжу вот в этом направлении, двигаясь к началу кругового ряда. Первая поворотная петля я ее провязываю обычной лицевой, это обычная поворотная петля. Далее вяжу петли лицевыми, продвигаясь к последней разворотной петле. Я довязала до последней разворотной петли. Чтобы ее провязать, я ее для начала распущу. Делаю это аккуратно, чтобы петли не убежали. У меня получается две петли. Основная петля и вот такой кончик. Значит, что я делаю? Для начала провязываю эта петля на спице. Провязываю вот этот кончик. Выглядит он вот таким образом. Аккуратно его провязываю. Немного расправляем, подтягиваем и потом основную петлю накидываю поверх провязанной петли. И все это дело поправляю. Вот таким образом все получается. Далее провязываю петлю, еще раз поправляю и вяжу лицевыми петлями до маркера начала кругового ряда. Довязав до начала кругового ряда, провязываю петли спинки лицевыми петлями. Прибавки вдоль погоны я не выполняю. Провязав все петли спинки до петель погона, я поворачиваю вязание на изнаночную сторону. Маркер можно убрать, он нам больше не понадобится. Повернув вязание на изнаночную сторону, вяжу изнаночными петлями до маркера, обозначающего начало кругового ряда. Довязав изнаночными петлями до маркера начала ряда, я его убираю, мне больше не понадобится, и поворачиваю вязание на лицевую сторону. Далее я буду вязать поворотными рядами лишь только петли спины. Петли переда, петли погонов вязание у меня не участвуют. Кромочные петли провязывайте так, как вы привыкли. Главное, чтобы край был ровный, аккуратный, не стянутый и желательно не узелковый. Вот такая деталь у меня спинки уже отвязана. Здесь поворотные ряды никаких убавок-прибавок ни с одной, ни с другой стороны не сделано. Вывязала я на 15 сантиметров от края, от погона на 13 сантиметров. Сейчас я буду выполнять прибавки с одной и с другой стороны вместе с вами. Петли спины начинаю вязать. Кромочная петля, вторая петля провязывается, третья петля провязывается и потом я делаю прибавку. Прибавку буду делать из протяжки. Протяжку поднимаю и провязываю лицевой. Провязала, вяжу все петли лицевыми до конца ряда, не довязав 3 петли. Выполнив прибавки, провяжу сейчас три ряда изнаночный, лицевой, изнаночный и затем выполню в лицевом ряду точно такие же прибавки. Я провязала три ряда, выполняю еще один ряд с такими же прибавками. Провязываю три петли спинки и выполняю прибавку из протяжки. Поднимаю протяжку и прибавка. Добавила, провязываю все петли спинки, не довязав три петли. Не довязав три петли в конце ряда, поднимаю протяжку и провязываю ее лицевой скрещенной. Довязываю ряд до конца. Довязав ряд до конца, провяжу сейчас три ряда, один изнаночный, один лицевой, один изнаночный и вновь выполню точно такие же прибавки. Чтобы не запутаться, показываю ряд с прибавкой, три петли, прибавка и вяжу сейчас петли спинки, не довязав три петли. Не довязав три петли, выполняю прибавку из протяжки. Выполнив прибавку, довязываю ряд до конца. Сейчас я провяжу один ряд изнаночными петлями и в лицевом ряду буду выполнять прибавки. Провязываю изнаночный ряд. Провязав один ряд изнаночными петлями, в лицевом ряду выполняю прибавку. Точно так же три петли провязала и из протяжки добавляю петлю. Добавила, вяжу петли спинки, не довязав три петли. Не довязав три петли, выполняю прибавку из протяжки. Довязываю ряд до конца. Сейчас я провяжу один ряд изнаночными петлями. Провязав изнаночный ряд, в лицевом ряду от края вступив 3 петли, выполняю точно так же прибавку из протяжки. В конце ряда, не довязав три петли, выполню прибавку из протяжки. В конце ряда выполняю прибавку из протяжки. И довязываю ряд до конца. Вот такая линия у нас получилась. Сейчас я оставляю в покое петли спинки и перехожу к вязанию петель переда. Петли погона с одной и с другой стороны я переснимаю на бросовую нить. Вот у меня петли погона. Я переснимаю их на бросовую нить. Можно закрыть временно их крючком. Пересняла. Убираю маркер. Закрепить обязательно нить. Аналогично снимаю петли на втором погоне. Вот так вот выглядит моя конструкция. Сейчас здесь у меня петли погона, здесь петли спинки. Я буду вязать сейчас поворотными рядами только петли переда, без прибавок по краю полотна лицевой гладью. Деталь переда отвязана. Давайте вот таким образом покажу от погона. Сейчас я буду приступать к прибавкам точно такое же количество сделаю. Такое же чередование у меня будет от края изделия. Все то же самое. После того, как я выполню точно такое же количество прибавок на детали переда, я с вами продолжу. Добавим петли подреза и соединим вязание в круг. Деталь переда отвязана. Я выполнила точно такое же количество прибавок, как и на спинке. И сейчас я выполню соединение в круг, добавив петли подреза. Значит, провязан лицевой ряд. Рабочая нить находится вот здесь. Это деталь переда. Добавляю петли подреза и продолжаю вязать деталь спинки. Петли переда, рабочая нить, петли спины. Добавляю петли подреза. Петли подреза можно добавить абсолютно любым способом. Я буду добавлять петли с помощью воздушных петель. Количество петель подреза зависит от места его нахождения. У меня достаточно небольшая пройма, поэтому я добавлю 8 петель. Если у вас глубокая пройма, петель подреза может быть гораздо меньше. Добавляю петли подреза. Добавлю 8 петель. 1 петля, 2 петля, 3 петля. Добавляю 8 петель. Добавив 8 петель, продолжаю вязать петли спинки. Первая петля кромочная. Я ее провязываю лицевой. Провязать и очень плотно подтянуть. Далее продолжаю вязать лицевыми петлями деталь спинки до конца. Довязываю деталь спинки. Последняя петля провязываю лицевой. Здесь есть рабочая нить, которая осталась от провязывания детали спинки. Я ее придерживаю. Ее можно, конечно, закрепить, но я пока этого делать не буду. Далее я добавляю 8 петель подреза. Точно так же воздушными петлями. Очень плотно добавляю 8 петель. Добавив 8 петель подреза, провязываю деталь переда. Здесь крайняя петля провязывается лицевой. И как только начинаю ее вязать, мое вязание замкнулось в круг. Сейчас я провязываю петли переда и вместе с вами провяжу петли подреза. Довязала я до петель подреза. Начинаю их провязывать. Провязываем их очень аккуратно, кончиками спиц, не вытягивая нить. Можно провязать среднюю петлю, если у вас нечетное количество петель на подрезе, изнаночными или же 2 средние петли подреза провязать изнаночными. Это все по желанию. Но лучше провязать первый ряд лицевыми, а потом уже вязать втором ряду изнаночными. То есть создать имитацию бокового шва. Я провяжу все петли лицевыми. Вот так на кончиках. Довязываю петли подреза. Я провязала второй подрез. Помещаю маркер начала кругового ряда и продолжаю вязать уже петли переда. Вязание мое замкнуто в круг. Далее я продолжу вязать изделие на необходимую высоту, создавая асилуэт. Продолжить можно абсолютно любым узором. Можно создавать асилуэт, можно вязать по прямой. Все зависит от вашего желания. Обработка проймы. Я пометила маркером начало подъема. Здесь середина петель подреза. Вот эти петли у меня находились на бросовой нити. Я пересняла их на вспомогательную спицу и приложив нить к середине подреза от нового мотка, начинаю поднимать петли по пройме. Поднимала я петли с ритмом из-под кромочной петля, из-под кромочной петля, одна петля из перемычки. Петли подреза я подняла в том же количестве, что и добавляла. Подняв петли с этой стороны проймы, я провязываю все петли, находящиеся на вспомогательной спице. Это петли погона. Провязав их, продолжаю поднимать петли по противоположной стороне проймы. И заканчиваю добирать петли подреза. Подняв все петли по пройме, провязываю один ряд лицевыми петлями. Затем я провязываю ряд с обвитыми петлями, в котором провязываю 2 лицевые, 2 петли обвить, 2 лицевые, 2 петли обвить. Повторяю весь круговой ряд. затем провязываю еще один круговой ряд лицевыми петлями сейчас я выполню закрытие петель с помощью иглы перед началом закрытия петель необходимо отмерить нить и отрезать замеряю две длины закрываемого края край ни в коем случае не должен быть присборен все должно быть расправлено запаса все раскладывается и плюс еще небольшой кончик чтобы можно было затем спрятать нить если закрываем петли спицами отмеряем 3 длины если закрываю иглой отмеряют две длины плюс кончик для от того чтобы была возможность это все легко спрятать ввожу иглу иглу необходимо взять небольшого размера чтобы она не деформировала петли ввожу иглу первая петля вторая петля во вторую петлю от себя достаточно хорошо притягиваю чтобы вот здесь не оказалось расстояние чтобы нам потом не пришлось конце что то делать с этой нитью достаточно хорошо притягиваю можно даже придерживать я пока не буду придерживать чтобы вы видели куда я ввожу иглу далее на себя ввожу иглу в первую петлю на себя и вытягиваю нить вот так вверх спускаю эту петлю подтягиваю придерживаю чтобы у меня вот здесь как я и сказал ничего не растягивалось это только на начальном этапе нужно контролировать далее все будет гораздо проще вторая петля 1 2 ввожу от себя в петлю иглу вытягиваю нить немного притягивая ее далее в первую петлю ввожу иглу на себя и спускай ее со спицы спустила подтянуть но не сильно не затягиваем еще раз от себя во вторую петлю вытягиваем нить первую петлю на себя как только подхватили первую петлю ее можно спустить и подправить следите чтобы стежки были одинакого размера все здесь уже держать ничего не нужно она там хорошо зафиксировалась продолжаю покажу еще раз от себя и в первую петлю можно ее сначала спустить и потом уже прихватить нитью можно поступить и так и подтягиваем все продолжаю закрывать все все петли вот такое закрытие получается достаточно эластичная осталось у меня две петли ввожу самую последнюю иглу я сменила для наглядности чтобы все было видно и так вот так и первое подтягиваю и теперь убираю спицу но петлю контролирую чтобы она у меня не убежала нахожу первую косичку ввожу иглу подтягиваю нитку и первую петлю подтянуть все мы застыковали и теперь нужно спрятать кончик вот сюда начале видео я продемонстрировала обработку горловины и пройма с помощью крючка эта обработка очень простая выглядит она аккуратно красиво край стабильный внешне не напоминающий обвязку крючком и я решила выделить эту обработку в отдельное видео которое выйдет ближайшее время на моем канале а у меня на сегодня все большое спасибо за просмотр всего вам самого доброго пока пока